Здравствуйте, мои прекрасные зрители, прекрасные хозяйки! Приветствую вас в очередном видео об уборке. Думаю, что очень многие из себя узнают в той ситуации, когда ты просто решила присесть на диван, и твой взгляд упал туда, где, так уж случилось, уже образовалась пыль. Мои дети сейчас на каникулах, и пыль приходится протирать каждый день. Поэтому я, в общем-то, решила удалить пыль как раз-таки с основания лампы. Думаю, многие меня поймут, что именно чем ниже находится объект, тем больше пыли на нем собирается. Но эта лампа является для меня большой хозяйской проблемой, потому что, когда просто протираешь ее влажной материей, влажной тряпкой, на ней остаются следы. Вода высыхает, и остаются характерные, очень некрасивые следы. Поэтому, чтобы этого избежать, я расскажу, чем я пользуюсь. И очень многие смогут взять себе этот очень простой лайфхак на заметку. В начале этого видео вы наверняка уже заметили небольшую баночку, которая по своему виду очень похожа на фруктовый кефир или йогурт. И на самом деле, запах у этого средства точно такой же. Очень приятный, фруктовый. Именно поэтому я его и выбрала. Но пользоваться я им буду не по прямому назначению. И даже если вы уже видели подборку моих видео, как я делаю уборку во всем доме, да, вы не ослышались, в том числе и в ванных комнатах при помощи бальзама для волос, либо кондиционера для волос, по сути, это один и тот же продукт, то я уверена, это видео у вас также удивит и подарит вам новую информацию. Всех, кто досмотрит его до конца, ждет приятный бонус-сюрприз. А именно, нетривиальный способ использования подобного средства, кондиционера для волос, о котором я никогда не рассказывала. Итак, если вы будете использовать подобное средство для влажной уборки, подойдет как протирание любой поверхности, например, мебели. Также подойдет этот способ для того, чтобы протирать кафель и плитку, чтобы на нем не оставалось также некрасивых разводов и следов, то вы обязательно заметите следующее. Первое, действительно не остается разводов. Очень часто, в особенности на матовых поверхностях, эти разводы приходится снова протирать, как будто бы стирать и удалять при помощи сухой материи. Это, по сути, двойная уборка. А сухая материя может оставлять также небольшую матерчатую пыль. Применяя небольшое количество кондиционера для волос, нанесенного на влажную тряпку, вы заметите, что скольжение как будто бы становится более легким. Вы увидите, что стирается большее количество следов, например, оставленных после жидкости, например, на столе, либо на тумбочках. Вы также потом заметите, что пыль как будто бы оседает не так интенсивно. И это действительно так. Поверхности становятся как будто бы более гладкими. Соответственно, пыль, по всей видимости, на них не задерживается с привычной скоростью. Также очень многие зрители написали мне, что средства для волос обладают свойствами антистатика. Соответственно, пыль как будто бы отталкивается от поверхности. И тоже это приводит к тому, что она не оседает с той скоростью и с той интенсивностью, о которой знает любая хозяйка. Некоторые поверхности, например, камин, который я сейчас протираю, очень сложно обрабатывать в уголках. Туда всегда забивается пыль, которую обычной тряпкой, смоченной в воде, как будто бы не достать. Если я использую кондиционер, если не ленюсь и не забываю об этом способе, то пыль удалить гораздо проще, потому что, как я уже сказала, происходит легкое, более легкое скольжение. Именно поэтому для того, чтобы почистить подобную обувь, я также использую кондиционер. Да, вы не ослышались. И для того, чтобы чистить обувь, я тоже использую кондиционер для волос. И многие мне также написали, зачем тебе это нужно. А вы попробуйте, и вы увидите действительно большую разницу. Можно ли испортить обувь таким способом? Однозначно нет. Более того, вам скажу, что свои сумки Беркин я также чищу одноразовыми тряпочками, смоченными в воде, при помощи самого обычного кондиционера для волос. Легкое скольжение также обеспечивает тот простой эффект, что очень легко почистить предметы от пыли, куда действительно пыль забивается, и потом сложно ее оттуда достать. Например, любой пульт вы очистите быстрее, гораздо эффективнее при помощи этого простого лайфхака. Приятным бонусом подобной уборки будет являться действительно хороший, приятный, возможно, даже любимый запах, который, к тому же, остается на поверхности. Безусловно, все зависит от средства, которое вы выберете. Какие-то кондиционеры для волос держатся в плане запаха дольше, какие-то меньше, но в целом, если комната не проветривается, вы сделали влажную уборку, закрыли дверь, то когда вы в следующий раз зайдете в эту комнату, вы, безусловно, почувствуете приятный вам запах. Плюс такое средство для уборки является все-таки достаточно безопасным, и подобным средством могут наводить уборку, например, в своей комнате, в том числе и дети. Но, повторюсь, основным преимуществом такого способа наводить чистоту в доме является то, что поверхности становятся гладкими, пыль как будто бы отталкивается, никаких следов и разводов не остается, и, к тому же, по поверхности ваша влажная тряпочка скользит очень быстро, соответственно, я думаю, что даже уменьшается количество времени, затраченного на уборку. В этом видео я не покажу, как я именно таким способом обрабатываю стеклянные прозрачные и также непрозрачные двери. Не успею заснять и показать, как я очищу стекло в душевой кабине. Да-да, вы не ослышались, с таким интересным способом при помощи кондиционера для волос. Но могу сказать, что этот способ подходит в том числе и для зеркал. Но если вы обрабатываете стеклянные поверхности, обязательно убедитесь, чтобы кондиционер был максимально дешевым, и в нем не было заявлено наличие какого-то натурального масла. Меня часто спрашивают, как я сохраняю белый кожаный диван в чистоте. Признаться, этот кожаный диван видал многое, и сейчас на нем постоянно, по всей видимости, прыгают дети, потому что я вижу, что кожа дивана несколько растянулась. Дети сидят на диване, что называется, с ногами, и я также вижу, что диван стал загрязняться несколько быстрее. Но для меня это не проблема. Я не покупаю специальные средства, хотя, безусловно, они есть в продаже, и очень часто идут даже в комплекте к подобному дивану. Я использую тоже самый обычный кондиционер для волос. И скажу вам больше, если использовать самое обычное натуральное мыло на поверхности кожаного дивана, этот способ не будет таким эффективным, как влажная материя плюс достаточное количество кондиционера для волос. Почему достаточно? Потому что его потребуется несколько больше, как будто бы будет образовываться пена, следы от кондиционера. И, по всей видимости, этот эффект позволит грязи, которая забивается в рисунок кожи, как будто бы выскальзывать быстрее. Удивительный эффект. Не знаю, на чем он основан. Возможно, даже кондиционер для волос может растворять уплотняющуюся грязь, которая забивается в рисунок кожи. Эту сторону вопроса я неоднократно анализировала, но мне, что называется, не хватает профессиональных знаний для того, чтобы понять, как же это работает. Но в любом случае этот способ гораздо эффективнее, чем все другие, которые я пробовала. Закончив с диваном, я перейду в кабинет, где очень дорогая мебель. Эта мебель также нуждается, по словам производителя, в специальных средствах по уходу. Так же, кстати, как и этот диван. Было заявлено на всех этикетках, что нужно очень и очень аккуратно подходить к выбору средств для того, чтобы почистить конкретно этот диван. И тем не менее, со всей своей домохозяйской ответственностью берусь утверждать, что средство для волос является прекрасным щадящим чистящим средством, как для каких-то удивительных пород дерева, камня, видов кожи и всего, что только можно себе представить и найти внутри дома. Везде кондиционер для волос ведет себя отлично, справляется с уборкой и не повреждает никакую поверхность. И пока я протираю дорогостоящее дерево и не менее дорогостоящую кожу, я расскажу вам также о том, что это средство, кондиционер для волос, прекрасно удаляет известковый налет. Как я сказала в начале видео, для того, чтобы очистить душевую кабину, вам понадобится только это средство. Оно прекрасно работает на стекле душевой кабины. Оно прекрасно очищает кафельную плитку. Удивительно, но кондиционер для волос прекрасно очистит также всю сантехнику. И вот на сантехнике я смогла понять, как работает это средство. Оно позволяет известковому налету, что называется, соскальзывать, когда вы применяете минимальные физические усилия. Иными словами, нужно просто хорошо потереть там, где известковый налет образуется. Более того, эффект натяжения на поверхности, как написали мои зрители однажды, в подобном видео создает также эффект, что вода стекает несколько иначе. Я много раз показывала, как стекает вода по поверхности, обработанной кондиционером для волос. Вода как будто бы не бежит струйками. Стекает иначе. Вы сразу заметите этот эффект. Но также вода как будто бы стекает в большем количестве. То есть не остается капелек характерных на стекле, на кафельной плитке. Удивительно, но факт. Это нужно увидеть своими глазами. И это также предотвращает, как в случае с пылью, большего образования пыли, также предотвращает большего образования известкового налета на любой поверхности. Моей сложностью уборки конкретно в этой ванной комнате является также вот такая удивительная мозаика. И возможно, на канале будут зрители, которые столкнулись с проблемой удаление известкового налета с мозаики, где применяется натуральный камень. Никакая кислота не подойдет. Даже уксус может разрушать целостность камня. Сложность подобных мозаик заключается в том, что есть как стекло, на котором очень виден известковый налет, так и натуральный камень, который нельзя чистить практически ничем. Попробуйте самый обычный кондиционер для волос. Вы увидите, как по-другому будет смотреться после того, как вы закончите очищать от известкового налета ваша любимая мозаика. Она действительно будет как новой. Более того, вы наверняка заметите, что известковый налет характерный белесый скапливается гораздо медленнее. Ну что ж, для этого видео я натерла кондиционером для волос практически все поверхности. На самом деле, это уборка в удовольствие. Приятный запах сопровождает тебя во время уборки. Ну и также за счет большего скольжения ты не применяешь практически никаких физических усилий. И вот он бонус, о котором я хотела рассказать своим зрителям, чем хотела поделиться. Как я уже сказала, приятный запах остается в той комнате, в которой вы проводили влажную уборку при помощи кондиционера для волос. Если вы возьмете небольшую емкость, можно взять даже крышку, как в моем случае, от какого-то чистящего средства. Можно взять специальную красивую емкость, красивый контейнер и наполните его кондиционером для волос. Вы будете удивлены, насколько этот способ гораздо более эффективен для того, чтобы наполнить комнату приятным запахом, чем любой другой профессионально промышленно изготовленный запах парфюмерия для помещения. Это могут быть и знаменитые палочки, которые ставятся в определенную жидкость, которые нужно периодически переворачивать. Это могут быть даже электрические дезодоранты для комнаты. Но именно этот способ является наиболее ненавязчивым и эффективным. Запах действительно сохраняется надолго. И могу сказать, что как только запах ослабевает, вы можете этот же кондиционер использовать вновь для уборки. Закончив уборку, наполнить емкость снова новой порцией кондиционера с тем запахом, который вам нравится. Этот способ, еще раз могу сказать, настолько эффективен, что заслуживает того, что даже если вы не собираетесь наводить уборку при помощи этого чудо-средства, можно просто купить кондиционер, который вам приятен, запах, которого вам нравится, для того, чтобы использовать его хотя бы как средство, наполняющим любую комнату любых размеров действительно приятным и стойким запахом. Что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами на этом прощаюсь. Желаю всем приятной и легкой, самое главное, не очень частой уборки. Мы с вами увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok